Доброе утро, друзья. Смотрите, какое море классное. На пляж надо сегодня ехать. По-любому. Вот осталось-то совсем немножко. И всё, и закончится. О, этот что тут летает? А, он встретил там друга. Дружбана встретил. Думаю, что-то странно, что он там играет. Там женщина с дружбаном пошла. Вот как у себя дома вообще. Видите, дружбан там его пошёл. Вот из этого. Там вот магазин сувениров есть. Вот, я их тоже. Они мои клиенты. Мама была у них. Она потом умерла. Только женщина хорошая была. До последних лет она была такая, знаете, ухоженная. Нравилась. Здесь вообще многим нравится хорошо выглядеть, с прической. Одежда хорошая должна быть. Вот бабушки такие. И умерла. Причём умерла так прям, ну, никому не причиняя никакого неудобства. Вот. Очень хорошая, мы всё и всё говорим, очень хорошая женщина. Даже, говорю, в смерти она никому не доставила никаких неудобств. Потом ходит её сын. Он уже тоже, ему лет 60. Вот так вот это мой сын. Ну, конечно, с каждым годом становится всё меньше и меньше клиентов, потому что бабушки мои умирают. Имеют свойство, люди имеют свойство умирать. Здесь так же много не туристов, а иностранцы. У них здесь как вторая резиденция, у них здесь вторые дома. Но иностранцы, допустим, англичане, французы, они как-то не особо за собой ухаживают. В том плане, что они не укладывают, допустим, не делают прически каждую неделю, как вот испанки. Они подстриглись там раз в год, а может быть их два, а может их три. И всё, им этого достаточно. Ходят все лохматые, обычно с короткой стрижкой, особенно англичане. Вот, как знаете, как хиппи какие-то. Вот. Поэтому от них прибыли никакой абсолютно. Но оставляю, ну, мужчины ходят в 30 и оставляют нормальные такие очиевые. Поэтому. Какое море классное. Всё, сегодня еду на пляж, 100%. Хоть и пятница сегодня, но ничего. Я просто не люблю в выходные ездить на пляж, потому что там очень много народу. Я пораньше поеду, с родственниками займём место и будем кайфовать. У меня палец так болит, что прям это, забываю, на него нажимаю. Церковь наша. Я, кстати, знаете, почему вчера салют был? Потому что вчера у каждой церкви, ведь она в честь какой-то святой здесь. И вот вчера у этой святой был праздник. Вот они бомбанули. Блин, ну вообще. Чуть не обкакалась. Как он ломанул по дорогам, по пешеходным переходам. Вообще, а я прям по дороге, мне по барабану. На машина, я вижу, что остановилась. Ой, блин, тебе и собака. Я тут успела пропылесосить, протереть пыль, открыть, кворовать свою. Потому что мы что-то с клиенткой разговаривали. Она говорит, купила себе две кровати, дети. И мы что-то заговорили. Я тоже хочу кровать купить. Но я знаете, какую хочу? Я хочу, чтобы там ящики внизу были. Но не как моя, как она называется, канапета. Вот так открывается. Ну, вот так вот, чтобы открывалось. А хочу, чтобы в ящике внизу были. Вот так выдвигаются. Потому что это кровать в маленькую комнату. И мы что-то заговорили. Она говорит, ой, нет, я такие не могу покупать. Кровать у меня очень сильная влажность дома. И говорит, все плесневеть будет. Мне вот продавец посоветовал. Говорит, лучше не надо. Лучше купите такие боксы для хранения. Вот. Что-то у него тут, по-моему... Видите, подожди. В хвосте была какая-то ветка. Или уже отвалилась, что ли? А, нет, вот она. Вот. И говорит, все будет плесневеть. Но это уже надо отрывать. И лучше не надо. Я быстрее домой сейчас пришла. Быстрее открывать эту кровать, чтобы там проветривалось. У нас хоть и не такая влажность, конечно, там 80-70%, как у нее. Но все равно. Поэтому, говорю, быстрее надо открыть. Так, буду сейчас разогревать, себе кушать. Картошку с рыбой, блин. Нет, нам еще и на завтра она останется. Ой, трындец. Едоки. Просто трындец какие. Знаете, сегодня хочу с огурчиком солененькими. Тут есть огурчики солененькие, следовала. Очень вкусный. Сейчас. Вчера яблоко аж целый килограмм купила. А уже выбора было маленькие. Уже не так много было этих яблок. Вот. И так, говорю, возьму, а то вдруг больше не привезут. Когда купили плиту вот эту вот, индукционную, очень редко стали пользоваться микроволновкой, потому что намного быстрее разогревается на плите. Представляете? Вот. Ну, когда в тарелке уже еда, то, конечно, чтобы не мазать сковородки, я лучше вон в микроволновку запихаю, и пускай там все разогревается. Вот так вот ходишь туда-сюда. Тут убрать, тут то убрать. С вечера все убираешься. Ночью вроде как спим. Утром просыпаешься, и все равно что-то, какие-то стаканы. После завтра, то какие-то вилки, тоже после него. И опять приходится убираться. У вас тоже так? А как же? У всех все одинаково. Правильно? Обычная вода. Ладно, хватит тараторить. Опять знаете, чем воняет? Навозом. Опять где-то, наверное, у нас все эти удобрения сыпят. Блин, навозные. Чучи. Ну-ка, покажи свой хвост. Вот, смотрите, какой он у него уже большой. Не поет, гад. Даже утром не поет. Что, завялась, что ли? Завялась? Да нет, сырой. Что у меня тут с цветами, видите? Эта герань прям молодая. Ой, зря я ругаюсь на эту. Смотрите, тоже вылезла. Ну все. Тьфу-тьфу-тьфу на тебя. Ой, а эта прям. Ой, что-то они как-то вялые. Воды нет, надо полить. Я вот так вот пробую. Пальцем тыкаю туда. И нормально. А как иначе? Иначе либо залью, либо не перелью. Не пойму. Я эти цветы, как их поливать надо. Потому что, кто говорит, раз в неделю, это совершенно не для меня. Потому что раз в неделю, это я так залью их все нафиг. Вот это вот хоть ведро каждый день, ему ничего. Там видны такие корни, что уже он там, смотрите, какой длинный. Что он сохнет буквально за пару минут. И вот этот тоже сохнет быстро, потому что он разросся. Видите, как у меня. Вот. Показала вам свои цветочки. Ну посмотрите, прелесть прелестная. Мне это зацветет. Так что вот так вот. Никаких планов. Игрушку свою притащила на свое любимое место. Трусишка зайка серенький под елочкой скакал. И я за ним скакала. И чуть не убежал. Смотрите, пока я тут лазаю, рассматриваю, что у меня тут есть. Нашла клад. Прикол. Это мне еще сестра привозила. Не знаю, уже, по-моему, в прошлом году, что ли, или еще когда, уже и не помню, какой год они просрочили случайно. Прикиньте. Во. Какая я сладкоежка, что про шоколадки совершенно забыла. А у меня теперь можно чаек попить шоколадочкой. Ну надо же. Приятность какая. Муж домой приехал, говорит, прыжал по пляжу, вода, море, как зеркало. Не знаю, какое он зеркало видел, где. Ну море такое, как бы. Ни волны, ни шторм, ничего. Ну для меня вот это, вот это не волны. Где-то так. Ну и далеко не зеркало. И ветерок такой дует. Но теплая вода. Как зеркало, говорит. Офигеть. Я, видите, мой зонтик. Сегодня что-то родственников нету. Я забыла посмотреть. По ватсапу, что они там писали, не писали. Но я им на всякие пожарные места заняла. Там вот одеяло. Ой, одеяло. Положила свое полотенце. Так, буду сейчас купаться. Что-то там, знаете, Иногда приплывает всякая грязюка. В том плане, что вот какие-то ветки, вон там вот цветов какой-то. Какие-то вот всякие листики вот там вот плавают. Всякие водоросли. Но они вот потом куда-то уходят. Вот они как собираются в кучку, в кучку. Чистильщики, по-моему, еще не проходили. Или что? А вон спасатель, вижу, есть. Здесь вот у нас теперь спасатели, чистильщики. И смотровые, скажем так, которые смотрят, чтобы все ли соблюдают это, как называется-то, дистанцию. А еще у нас, знаете, какие новости? Нам теперь вообще нельзя курить на улице, если нельзя соблюдать дистанцию двухметровую. Вот, представляете? Курить уже даже запретили. Ну, мне это не касается. Потом дискотеки. Все позакрывались. У нас очень, опять, прям, очень много зараженных. Дискотеки, бары разные. И всякие там вот эти вот сведения открыты только до часа ночи. До часа, а до 12 можно идти куда-то там покушать или что-то сделать. Выпить по коктейльчику. Так что вот так вот. Род зараженных в каждом днем все выше и выше. Ой, мамочки. Как всегда, пик заражения у нас в Мадриде, в Арагон. Вот сейчас там прям много-много. Есть даже одна, один район, в котором каждый четвертый зараженный. представляете? Иван Мишин. Ну, мы живем в спокойной зоне. По-пу-пу. Поэтому будем балдеть. Надеюсь, меня слышно, а если нет, то извиняйте. Природа! Я уже домой приехала. Знаете, у нас вот тут пару дней стоял велик чей-то. Вот. А у нас такой директор, ну не директор, администратор, наверное, по подъезду, такой противный какой-то. Ему не понравилось это. И вот он повесил здесь такую бумажку, что запрещено ставить какие-то вещи, там, велосипеды, еще что-то на общей зоне. Потому что вот есть какой-то закон и вот какой-то фигня. В общем, представляете, у нас запрещено ставить какие-нибудь коляски. Я вот знаю, что в России многие ставят коляски. Еще что-то у нас такое не пройдет. Потому что запрещено. А вот 18 августа будет у нас этот гараж чистить. Тоже надо оттуда машину брать. Но мы в гараже не оставляем машину, потому что у нас такое место дурацкое туда. Если поставишь, то потом хрен выйдешь. Вообще не понимаю, почему нельзя коляски ставить, место там никому не мешает. Ну, тут такой противный. Я, кстати, сегодня коврик вот этот почистила пылесосом. Моя рыба моя ждет там уже. Моя рыба меня ждет взять, да. Да, а что, папа ушел? Что-то он быстро сегодня свалил. Быстро сегодня свалил, да? Мое счастье. На, скажи, на вкусняшку. Нет, не хочешь? Вот такую печеньку. Ну, что-то тоже без желания скажет. Ну, ладно. Пошел. В общем, на пляже какой-то день ветер. Я не люблю ветер. Волны вроде нормальные. Блин, нас почему не понятно. Но вот ветер дурацкий. И я так лежу, думаю, на пляже лежит. Нафиг я тут мучаюсь. Поеду я дома, мне там кукуруза есть. Отворю себе кукурузу. Вот. Полопаю ее. И будет мне счастье. Ютуб я и дома посмотрю. Прям замерзла. На себя напялила полотенце. полтора часа я была на пляже. Вот. Так что, что мучиться? Кукурузку сейчас сварю, пока в душе буду. Она сварится, буду ее вкусненько кушать. Вот тут вчера Чарли поймали. Прям вот они мужчины стояли вот тут. И между вот этим вот так они встали. Чарли пробежал вот оттуда вот по вот этому пешеходному переходу вот оттуда из парка. То есть тут недалеко он пробежал. Хотя я была там на середине парка почти. То есть он вот бежал не сломя голову куда-то там, а он бежал целенаправленно домой по той самой тропинке, куда мы и вышли. откуда мы и вышли. Поэтому вот тут он вот так бежал и я следом бежала. Теперь вот. ну я думаю, что сегодня будут стрелять. Это вот вчера просто праздник был. Вот эта вот церковь у нас там прям рядом. И вот была миса служба. Когда она закончилась начали вот этот вот салют пускать. Он в принципе был-то небольшой. Ну так вот мы тут бежали конечно. Ну ладно. Было-было-было. Ну прошло. Спасибо людям хоть поймали. Тут вот так люди шли. Я как полоумная кричала Чарли стой, Чарли стой. Ой блин. Оттуда вот мы мачили наш пробег. Как вот его не отпустить? Он так любит на травке поваляться. Вот он при вас вчера валялся, валялся. вот так. как его не отпустить? Конечно же отпущу и побегу за следом. что делать? Я думаю что сегодня не будут. Ну чарли опять что домой? Смотрите какие-то улитки. Мне их так жалко. Но они такие тупые. Че не прилепились к этой железяки? Они высохли. Они сухие там все. Нет бы на травку какой-нибудь вот прилепились бы там да туда вон или вообще вон туда упал либо там поливается. Нет они прилепились к железяке и там высохли все. Странные. И так каждый год представляете? или на сухую траву тоже прилипли и все. Может быть они самоубийцы? Как их еще назвать? Прилепились бы к травке например. Сюда бы упал либо где вода для полива течет открывается. Там можно пожрать. Нет они к сухой траве прилепились. Странные да Чарли? Чарли у меня на поводке. так надежнее. Я уже поужинала арбузик и сливку на том же месте в тот же час. А вам всего самого лучшего. Приятных вам выходных. Отдыхайте. Будьте здоровы. И всего самого лучшего. пока-пока. Пока-пока.